Рынок недвижимости и выход из кризиса. Под таким названием в Уфе в минувший четверг прошло одно из крупнейших событий в сфере недвижимости – межотраслевая конференция РБК. Она собрала в отеле «Шаратон» более 200 представителей рынка недвижимости из Федерального центра регионов России и, конечно же, Башкирии. Поддержку оказал Госкомитет Республики по строительству и архитектуре. Лейтмотивом стали новые подходы к привлечению клиентов как непосредственно к застройщикам, так и в агентство недвижимости. По словам экспертов, только из-за несогласованных действий отдела маркетинга и продаж теряются более половины клиентов. Также продажи могут существенно вырасти при использовании самой стройплощадки как элемента продвижения, в том числе это демонстрация так называемых демоэтажей. Башкирия лидирует в Приволжском округе по вводу жилья, однако его темпы снижаются. Участники форума обсудили меры господдержки отрасли. Одна из наиболее эффективных – субсидирование ставки по ипотеке. Программа рассчитана до конца года и, по мнению аналитиков, продлена не будет. По оценкам экспертов, это приведет к падению спроса на 10-15%. Появилась категория людей, которым будет просто не по карману взять этот ипотечный кредит. Но еще раз хочу повторить, что искренне хочется верить, что существенно это никак не повлияет, что спрос на рынке будет расти. Причем из недавнего интервью, которое я давал, что реальный платежспособный спрос мы ожидаем где-то в 2018-2020 годах. Поэтому, в принципе, осталось полтора-два года подождать, и я думаю, что рынок недвижимости будет ждать новый виток развития. Мне очень понравилась конференция, поскольку я представляю компанию, которая очень плотно работает с застройщиками в нашем регионе. Мы, конечно, хотели повышать уровень своих знаний, уровень своих компетенций для того, чтобы в комплексе давать своим клиентам те инструменты, которые будут реально повышать их продажи. Безусловно, конференция мне очень понравилась. Полезные были много моментов, в том числе связанные с темой и аудит отдела продаж, и формула 10.10 от Ивана Черемных, которая, в принципе, непосредственно применима на практике. Продолжение следует...